Привет, задротом! Я даже не знаю, как я это видео назову. К примеру, можно назвать так. И пусть Медевин мне завидует, или, к примеру, я теперь так же крут, как и Медевин. Но вы могли догадаться, что это же, конечно, кликбейт, но в каждом кликбейте есть доля правды, и каким-то же образом нужно всё-таки привлечь ваше внимание к видосу, в котором я буду разговаривать на вполне серьёзные темы и производить некоторые действия на своём аккаунте. А если быть точным, я скую сегодня пятый психощит и приближусь к этой высоте, к величине топ-2 нашего андроид-русского сервера, к Женьке. Ну, короче, многие из вас знают, что когда-то пятый психощит, это было очень круто. Ну, конечно, не все юные подаваны вообще не шарят в этой теме, но те, кто играют, я не знаю, годик, полтора, а то и два в игру, помню те времена, когда, блин, мы все психовали, ругались, матерились, когда пытались, к примеру, там, дальниками пройти Медевин, а у этого наглого человека все герои, вот прям вообще все герои, рунами имели пятый психощит. И, блин, такого игрока было достаточно трудно пройти. Я, конечно, знаю, что сейчас, во-первых, будет много школьников в комментариях, которые будут защищать Женьку от моих нападков, хотя я не знаю, как бы я с Женькой нормально общаюсь, но, тем не менее, сейчас школьники будут писать, что я недостоин Медевина и просто не знаю, что они там делают, фапают, я фиг его знаю. Это очень агрессивная, очень агрессивная, Женя, у тебя аудитория, блин, вообще прям страшно, прям страшно. Другая половина будет в комментариях кричать о том, что они просто одной левой, одним левым яйцом проходили Женьку дальниками, используя бочку, в те далекие времена им было похер на психощиты, но я буду достаточно объективен. Были времена в Битве Замков, во-первых, когда психощит был реально крутой штукой, в особенности пятый психощит, стоящий рунами на героях. Во-вторых, были времена, когда таких игроков, у которых стояли пятые психощиты, было реально трудно пройти. В-третьих, были времена, когда таких игроков можно было пересчитать по пальцам, у кого были пятые психощиты. Были времена, когда, чтобы заполучить этот пятый психощит, тебе нужно было просто отвалить огромнейшую, огромнейшую кучу бабок. Ну вот, серьезно, потому что пятый психощит разработчики раздавали в такой акции, как Forbes, и то не всегда, а что из себя подразумевала такая акция? То есть, эта фишка заключалась в том, что ты должен за определенное время был задонатить больше всех на сервере, и вот если ты такой красавчик, то тебе давали пятый психощит. И Женька там, короче, очень часто срубал этот приз, и у многих топ-донатеров была прям борьба, борьба, короче, за этот психощит или за какую-то, к примеру, другую очень крутую плюшку в данном мероприятии. Но реально, вот просто это было когда-то очень круто, и простые игроки не могли об этом даже мечтать. Я не говорю про игроков, которые играют без доната, там вообще до свидания, да? А я говорю даже про, ну, таких достаточно серьезных донатеров, потому что соревноваться в каких-то таких локациях по типу... Как вам объяснить? По типу... Ну, я уже говорил, блин, вылетело из головы. По типу Forbes, да? Ну, там вообще было нереально. И вот были времена, когда психощит был прям вообще очень крутой вещью. Сейчас все изменилось. Разработчики удешевили психощит. То есть, ну, вот посмотрите, я далеко не топ-донатер. Да, я, конечно, зажравшийся урод и, как бы, на самом деле, большой рак. И если бы не донат, то я бы никогда не достиг таких высот за 4 года. И вообще у меня бы на аккаунте была только бочка. Я бы никогда не бегал по арене. Ну, все, все, ребятки, в моем случае решает донат, потому что я играть не умею. И вот только донат, только донат, короче. Вот только донат и ничего другого, друзья. Понимаете? Понимаете? Я это все знаю, можете даже не писать в комментариях. Подожди. Раз, два, три, четыре. Все, мы, в принципе, можем ковать. Сейчас уже актуальность психощита не настолько крута, как была раньше. Сейчас психощит разработчики раздают за копейки. И если когда-то было это очень крутой и дорогой штукой, которая показывала то, что ты король мира в битве замков, то сейчас, по сути, каждый средний донатер может взять и позволить себе сковать или получить пятый психощит. Как это происходит? Все прекрасно помним, когда тоже за бесценок начали раздавать непосредственно Некроса. И была такая фишка, что ты получаешь пак и покупаешь пак, и тебе за этот пак давали четвертый психощит и, к примеру, 50 осколков Некроса. Да, вроде вот такая херь была. И то есть у игроков была возможность купить Некроса за 4 паков, ну, бывает, за 5 паков. И за эту же сумму самоцветов собрать себе реальный пятый психощит. Многие из вас скажут, что, Сашка, блин, ну, короче, невыгодно тебе брать и сейчас просто преобразовывать 4 психощита в один пятый. Когда-то это было так, ребятки. Вот даже, может быть, и сейчас это так. Но, как бы вам объяснить, ну, психощит-то я уже особо так не использую, да. Я вот любил пользоваться психощитом на Купидоне, потому что он у меня был в лабиринте, да. И очень важно было, чтобы на него не накинули какое-нибудь говноумение, говнобав какое-то, чтобы он взял, успел зарядить остальных героев. Но из лабиринта я Купидона убрал, вместо него поставил Повелителя. И, по сути, психощит, наверное, даже на нем сейчас и не нужен. Он Купидона у меня используется по минимуму. Я даже вот сейчас не хочу вспоминать, в каких локациях. Психощит нужен также Аресу. Я люблю Ареса с психощитом. Арес у меня используется только в одной локации сейчас, и это Забытая битва. Психощит ему там необходим, чтобы, ну, было меньше шансов, короче, на него налепить какое-нибудь говнище. Также, вот, не знаю, всегда, когда-то в далекие времена на Анубисе я мечтал о психощите. У меня еще тогда не было этих психощитов. И, как бы, вот просто я мечтал такой, думаю, вот, когда-то возьму на него, поставлю психощит. Буду так же крут, как и Медивин, и остальные топ-донатеры, да. Ну, и впоследствии, когда психощит обесценился, и его актуальность пропала, психощит начали раздавать за копейки, если сравнивать с тем, за какие суммы приходилось раньше получать психощит. Вот, у меня появился психощит, я начал его использовать на Анубисе. Я вам даже не скажу, стоит оно того, не стоит. То есть, может быть, на Анубисе будет логичнее использовать, к примеру, какие-нибудь другие руны в повседневе. Да, я не говорю про подземки. Про подземки я бы там в Анубиса Бог Войны всунул, еще что-нибудь, или какой-нибудь руны нового таланта. Это не будет психощит, когда Анубиса буду брать, к примеру, на восьмые кошмарки, когда они ведутся. Но в повседневе я использую именно психощит, чтобы было меньше шансов на него какую-нибудь молчанку наложить и какой-нибудь другой дебаф. И сейчас я принял решение взять и долбануть пятый психощит. Но мне не надо столько четвертых. А так у меня будет пятый, и у меня прям писька вырастет на сантиметра два. Хотя нет, это психощит прям на три сантиметра у меня писька вырастет после того, как у меня появится пятый психощит. Ну давайте же это сделаем. Просто в этом видео хотелось бы вам, во-первых, рассказать о тех далеких временах и рассказать вам, что из себя представляла битва замков. И, к примеру, какие-то вещи, которые тогда, когда-то давно очень ценились, были очень круты. В какое-то время они стали уже не настолько актуальными и, конечно же, не настолько дорогими в плане доната. И то же самое касается многих героев, то же самое касается многих талантов. То есть придет время, вот сейчас ценятся новые таланты, которые недавно ввели разработчики. Ценится какая-то Фрея, Повелитель Бури, Бигфут. И это очень крутые герои. Ворожей прям must have. Но поверьте, через год-полтора придут времена, когда эти герои уйдут на второй план. Нам уже не верится в это, мы уже даже не можем представить себе, это ж какого героя нужно придумать, это ж какую локацию нужно сделать, чтобы вот эти вот нынешние имба must have герои стали бы в будущем не нужны. Но когда-то это время придет. Были времена, когда Череп был просто наикрутейшим героем и прям он, я не знаю, у меня в гильдии парень один топ слил аккаунт из-за того, что добавили Черепа. Из-за того, что Череп без эволюции ушатал его разруху со второй эволюции. И он тогда сказал, нахер я донатил на разруху, если какой-то Череп, введенный за самоцветы, которого можно теоретически выбить за 150, просто ушатывает моего на то время самого крутого донного героя, которого там давали за 300 тысяч самоцветов. Реально парень взял и слил свой аккаунт. Понимаете? Вот такие приколы были. И тогда мы не верили, что что-то, возможно, круче Черепа. Ну, такое мы не могли представить. Но сейчас, как бы, ребятки, время меняется. И сейчас я реально понимаю, что пройдет время и психощит будет по типу рун тяжелого удара. И, я не знаю, мы будем сливать. Ну, хер его знает. Так, что у нас получается? Ну, давайте, бац, и пятый психощит. Заодно посмотрим, будет ли мне выгодно использовать психощит, к примеру, на битве гильдий. На Анубисе. Сравним его с рунами Бога Войны. Вот какие там прибавочки идут к урону. Ну, чем больше прибавка к урону от рун, тем больше Цепелин будет фигачить по зданиям. Тем больше урон будет у Цепелина. Так, у нас, вроде, пятый психощит готов. Мы, все, вот я прям чувствую, писка вот прям растет. Прям на глазах растет, ребятки. Правое яйцо еще стало больше. Я себя стал чувствовать увереннее после того, как у меня пятый психощит появился. Вот. Женька, конечно, мне завидовать не будет, но вот теперь будет понимать, что я к нему приблизился. Вот. Так. Далее, далее. Что я хотел... Подожди, сколько у меня осталось их? Сколько у меня красных... Красных резов-то осталось? Так. 24 тысячи. Да и Анубис сейчас, да, это, конечно, мастхэв-герой, но, к примеру, Анубиса я уже не использую в Королевской битве, да, для отбития алтарей, потому что у меня появился Повелитель Бури. Да, я вам это покажу. Так, сейчас что мы должны сделать? Во-первых, ну, Купидону... Купидону... Купидону херз... Ну, давайте ему оживу поставим. Пускай бегает пока что. Мне нужно просто подумать реально адекватно, в каких локациях я вообще сейчас Купидона использую. То есть, где он мне нужен, да? Еще на ареса хотелось бы взглянуть. Вот он, арес. На него мы просто поставим... А, надо с кого-то снять третий психощит. Где-то у меня лежит третий психощит. И, реально, тоже где-то с акций донатерских я получал. Вот он, третий психощит. Снимем с допа. И поставим на ареса. Как бы, ну, чисто для забытой битвы. Третьего психощита вот... Вот уже будет вот прям вот так вот хватать. Так, арес. Сука, из этих скинов, конечно, героев найти теперь реально труднее. Где ж ты, урода, кусок? Арес, вот ты мой. Запупусик. Запупусик. Артефакты. Он, видите, даже без артефактов. Ну, потому что артефакты у меня все заполнены. Понимаешь? Так, и все. Теперь барабанная дробь. Бам-барабам-бам-бам-бам-бам. И мы ставим пятый психощит на Анубиса. Так. Мы ставим пятый психощит на Анубиса. К атаке у нас плюс 2,583. Кстати, достаточно много здоровья прибавляется, да? 2,583. Но бог войны в плане битвы гильдии, конечно, нам, мне кажется, будет повыгоднее. 3 тысячи. Видите, какая разница? Даже если бы у меня бог войны был основным талантом, я бы все равно рунами ставил бог войны. Просто, чтобы Цепелин лучше херачил бы здание во время битвы гильдий. Так. А знаете, что еще больше силы прибавит? Руны, ну, не силы, а урона. Руны Берсеркера. Вот. Пятого уровня. Но у меня рун Берсеркера пятого уровня нету. У меня, наверное, и четвертого уровня нету Берсеркера. Друзья. Я, конечно, ну, могу сковать. Слушай, у меня, да. А, нет, четверка есть. Четверка есть. Но четверка будет меньше пятого бога войны. Я, конечно, могу взять, сковать пятый Берс. Чисто для Анубиса во время битвы гильдии. Да, видишь, все-таки меньше, чем бог войны. Чуть-чуть меньше. Но, блин, была бы пятерка, это было бы там нормального урона. Хотя, смотри, можно и четвертый. Подожди, 3200, да? 3200. 3200 с копейками. И тут 3200 с копейками. Ай, ребятушки, тут у нас такая маленькая вставочка. Я прибалт, я князь. И как же я мог не накосячить? Короче, тут, обратите внимание, да, я тут перепутал двоечку с троечкой. Четверочка, да, у нас 2 219 Берса. А пятый Берс, фута, пятый бог войны, 3 245. То есть, ну, разница очень большая. Мне показалось, что Берс четвертый 3 219, понимаете? Ну, короче, это я. Вы уже не удивляйтесь, ребятки. Так что, ну, косячим понемножку. Когда-нибудь я накоплю 100 тысяч. Я скую пятый Берсеркер. Чисто для битвы гильдии. Чтобы вот наивысший был урон. Ну, а тут, как мы видим, только 2000. Но зато до хера здоровья. Я не знаю. Ну, вот у меня Нубис только бегает с двумя видами рун. Это психощит в повседневе он у меня носится. Теперь уже пятый. И пятый бог войны, именно когда я его использую на битве гильдий и прохожу битвы гильдий, используя тактику Ронином. Был бы у меня Берсеркер пятый, я бы уже сувал бы Берсеркер. Ну, вот такие вот дела. Давайте, не знаю, сходим на арену, затестим этого говнюка. На Рэдисона я уже нападал и ничего не смог сделать. Ну, давайте на Гудвина нападем. У нас тут Анубис. А, ну тут как бы на Анубиса не посмотрим, да? Ну, смотри, но все равно прикольно. Все равно, как-то хер его знает. Пишите, пишите в комментариях, вот опытные игроки, да, с чем у вас бегает Анубис именно в повседневе. Там, для каких-то ПВП локаций, для забытой битвы и так далее. Какие руны вы на него ставите, будет интересно почитать в комментариях. Так, ну, тут, конечно, выдержит мой Бастионовый Анубис или нет? Задержит он Повелителя, не задержит. То есть, тут сейчас, понимаете, на арене такая фишка. Чей Повелитель быстрее придет, тот и в дамках, тот и победил. Видите, вражеский Повелитель пришел реально быстрее и все. Ну, вот, допустим, если мы усложним ему задачу, мы возьмем и вместе со Стрелком поставим... Ой, блин, со Стрелком путаю я Фрею со Стрелком постоянно, да? Вот так вот. Слушай, ну да, и давай. Вот так. А хотя, блин, не факт, что мы там пробьем. Не знаю. Ну ладно, давай посмотрим. Здесь Анубис один побежит. Да, то есть, может быть, нам быстрее было бы пробить Анубису. Что-то Анубис хорошо ломается, вражеский. Чем Некросс? Потому что иногда попадаются такие Некросс, ну, которые, блядь, вообще как будто неуязвимы. Там, наверное, каменная кожа или что. Ну, и посмотри, сейчас в этого Некросса уперлись и все. И мы нихера не... В одного Некросса, да? А мой Анубис не простоял. На этот Некросс стоит. То есть, ну, как бы... Такое тут... Слушай, давай, ладно. Идем по трешаку. И то не факт. И то не факт, да? И то не факт. То есть, кто в лоб затянет. Потому что его четыре героя, которые здесь бегут, они могут, как бы, вышатать моих. Посмотрим. Ну, тут опять же, рандом, тут все зависит от того, куда Фрея моя стреляет, по кому. По какому герою стреляет вражеская Фрея. Вот тут очень дохера вот таких вот нюансов. Да, вот именно сейчас. Фрея, повелитель. На арене, главное, куда будет стрелять Фрея твоя и вражеская. И, главное, чей повелитель быстрее добежит. Вот такая вот ситуация у нас, друзья, происходит. Ну, в принципе, на этом, наверное, видео будем заканчивать. Просто вот была такая какая-то, наверное, для меня ачивка. Сделать пятый психощит. Он мне как бы нужен и не нужен. Мог бегать и с четырьмя четвертыми психощитами. Вот. Не мог упустить возможности потроллить юных фанатов Медевина. Вот. Потому что там в комментариях сейчас набегут. Ну, мы с Женькой потом поржем. Поскидываем ему скрины из комментов. Что еще хотелось бы сказать? Ну, и, конечно, хотелось бы вспомнить те времена, когда реально психощит прям было вот таким вот. Ух! Особенно пятый психощит. Это было что-то нереальное для 99% игроков. А теперь, если ты изредка донатишь, то ты, в принципе, себе такую плюшку получишь. Плюшить можешь, но не факт, что она тебе будет нужна. На этом все. Кому понравилось подобное видео, не забываем ставить лайк. Всем удачи и пока.